МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель строительства установки по переработке текущих шламов дробильно-обогатительной фабрики номер 5 горно-обогатительного производства Александр Кашкалда награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Человек, искренне болеющий за производство, профессионал высочайшей пробы, так говорят об Александре Николаевиче коллеги и руководство. Выбрав много лет назад специальность горного инженера-обогатителя в Магнитогорском тогда еще горно-металлургическом институте, Александр Кашкалда остался верен ей на всю жизнь. Александр Николаевич один из сторожил цеха, работает давно, знает все участки, прошел практически все производство, как свои пять пальцев ему известно. Сейчас занимается перспективными вопросами развития цеха. Неравнодушен, всегда переживает за начатое дело, старается всегда довести его до конца, болеет за производство. Готовит много резервных кадров, молодежь подготавливает, воспитывает так же, как сам воспитан, все для производства, на производстве. Поэтому этим он нам и ценен, этим, в общем-то, мы и гордимся. И считаем, что та награда, которая ему вручена президентом, награда нашла своего героя, заслуженно, с чем мы его и поздравляем. Под формулировкой перспективные вопросы развития цеха скрывается огромный труд, требующий колоссальной самоотдачи. Впрочем, Александр Кашкалда не умеет трудиться в режиме экономии сил. Если ему поручен какой-то проект, значит, Кашкалда сделает все, чтобы он был успешен и экономически целесообразен. Сегодня Александр Николаевич с увлечением претворяет в жизнь проект вторичной переработки шламов. Этот проект образовался еще лет 15-16 назад. Можно сказать, случайно мы обнаружили это техногенное месторождение, которое образовалось отходами горно-макетингового производства в 50-х, 60-х годах. У нас в сломохранилище, куда складируются отходы горно-макетингового производства, началось свою деятельность с 51-го года. В то время работало тогда еще у нас 4, потом еще 5-я была дробильная обладательная фабрика, и все хвосты обогатительного производства стекались в этот лог, лог Сухой речки. Мы построили сначала платину, потом вторую и третью очередь, и на сегодняшний день это замкнутый цикл сломохранилища горно-макетингового производства. Здесь складируются отходы, но отходы они чистые, бояться их не надо, потому что это чисто механическая переработка только была оруды нашей горы магнитной и куйбаса. Измельченная, выточненная оттуда полезный компонент железа, а пустая порода измельченная в виде песка складировалась здесь у нашего сломохранилища номер 2. И в результате естественного обогащения, как мы пришли к этому выводу, крупные тяжелые частицы осели в верхней части нашего сломохранилища. Можно сказать, случайно мы делали дамбовы обвалования и обнаружили, что там имеются полезные компоненты в виде железного концентрата. Эта случайная находка очень воодушевила Александра Кашкалду. Руда в магнитке лишнее не бывает. Совместно с коллегами из Центральной лаборатории комбината и рудоиспытательной станции были проведены исследования, которые доказали, в этом техногенном месторождении действительно есть полезный компонент. Об этом было доложено на техсовете комбината. Все вроде бы обрадовались, но были другие заботы, и начало разработки все откладывали в долгий ящик. Наконец, в 2015 году было принято решение освоить и переработать это месторождение. Уникальность заключается в том, что мы из отходов извлекем и получим нормальный концентрат железоорудования, который можно использовать на наших агломерационных фабриках. Получив своеобразный производственный карт-бланш, Александр Кашкалда с энтузиазмом принялся воплощать в жизнь проект, который не давал ему покоя многие годы, и в необходимость воплощения которого наконец-то поверили. Сегодня здесь кипит работа. В подряде задействовано 12 организаций, всего 120 человек. Техника трудится в любую погоду, и даже в 30-ти градусные морозы она не простаивала. Детище Александра Кашкалды должно быть пущено в эксплуатацию в День металлурга. Работы начались в начале 2016 года. Земляные работы сделаны, свайное поле забито, розверки сделаны, фундаменты продолжаются, монтаж металлоконструкций, каркас здания сделан, порядка 700 тонн внутренняя часть сейчас монтируется в металлоконструкции, заливается перекрытие, ведется монтаж оборудования, водопровод тянем, канализацию. Сегодня проект Александра Кашкалды имеет официальное название «Установка переработки текущих шламов ДОВ-5». Оборудование, которое здесь монтируется, смело можно назвать уникальным. Например, здесь применяется не только традиционная магнитная сепарация, как во всех горнообогатительных комбинатах, а еще и гравитационный способ обогащения, способный дополнительно извлечь железо из окисленных руд, который не примагничивается и не поддается традиционным способам магнитного обогащения, а терять его рачительному человеку жаль. Гравитационный способ обогащения на винтовых сепараторах предполагает отделение окисленного железа за счет центробежной силы и силы тяжести. Данная установка представляет собой схему магнитно-гравитационного обогащения. Почему магнитно-гравитационного? Потому что мы еще будем перерабатывать вот такую вот рыжую окисленную хвосты, которые здесь образовались с времен 50-60-х годов, когда работала еще наша промывочная обогащенная фабрика. Мы надеемся, что вот на этих винтовых сепараторах, которые вы видите напротив, мы получим дополнительное кондиционное железо, в отличие от магнитных сепараторов. Данная установка представляет собой наше отечественное оборудование, для исключения насосы, которые будут смонтированы немецкие. Винтовые сепараторы представляются в Вологду, Бутара, Новосибирск. Грохота над нами из Иркутска, классификатор у нас тоже представляет иркутский завод. То есть все оборудование у нас отечественное, кроме насосов. Но насосы, они везде насосы, поэтому они на технологии не влияют. Главное на технологии будут влиять магнитные сепараторы, которые еще не смонтированы. Они у нас с Калуги, из Воронежа. Два сепаратора воронежских, шесть сепараторов из Калуги. Они, я еще раз повторяю, они уникальны, потому что напряженность магнитного поля, там 8 тысяч рстет, и они будут обогащаться мокрым способом. Таких сепараторов еще нигде нет. На винтовых сепараторах, винтовых слюзах мы будем перечищать промпродукт, который будет у нас получаться после магнитной сепарации. Это техногенное месторождение оценивается примерно в 14 миллионов тонн. Конечно, для ММК это немного, но перерабатывать шламы будет легко, поскольку это готовый песок, и возврат железово-агломерационного производства будет происходить без особых усилий. Быстро купаемся, я еще раз повторяю, в том, что здесь не надо бурить, не надо взрывать, не надо дробить. Ставим просто экскаватор, выбираем, и плюс плечо откатки очень близко. Вот это вот наше месторождение, и вот наша установочка, на которой мы будем перерабатывать. То есть завозим на склад, проходим усреднение нас, потому что оно содержание железа неравномерное, так как оно залегало, это не природное месторождение, а техногенное. Оно, в общем-то, как пески эти укладываются, так они вот и лежат. Вот, и здесь вот рядышком установочка. И потом с этой установки полученный концентрат, будем возить на склад привозных руд, а туда уже к нам на фабрику и дальнейшее возле цеха. Особый акцент Александр Николаевич делает на экологичности производства. Помимо извлечения из шлама в железо, которое было утрачено, возврата его в производство и очистки так называемых лежалых хвостов. Мы дополнительно извлечем железо, которое было утрачено по тем или иным свойствам, технологическим раньше или еще там потерям каким-то. Мы это железо вернем в производство, тем самым очистим вот эти лежалые хвосты. И плюс ко всему мы освободим дополнительно порядка 5-6 миллионов емкость нашего хранилища, куда в дальнейшем мы потом можем складировать те же отходы горно-батительного производства. Тем самым мы не отчуждаем дополнительных земель. Эти земли были с 50-го года предназначены для складирования мокрых отходов горно-батительного производства. Мы их еще раз, часть этих отходов переработаем, вытащим полезный компонент. А на освободившую площадь в дальнейшем можем еще раз уложить те же самые хвосты, которые будут образовываться у нас на производстве. Пока горняки Малого Куйбаса не добрались до глубоких горизонтов, это месторождение будет эксплуатироваться около 6 лет. Установка переработки шламов, внедренная в производство, сможет проработать 12-13 лет. При этом будет получен хороший кондиционный концентрат. Жалко было оставлять или бросать. Пусть оно не золото представляет, но тем не менее это полезный компонент, с которого мы получаем хорошее железо, потому что вредностей в наших рудах практически никаких нет. Здесь очень мизерное количество фосфора, незначительное количество серы. Это руда бывшая наша с горы Магнитной и с Малого Куйбаса. Руды наши чистые, поэтому вредностей особых у них нет. Мы получим такой же концентрат, в котором присутствует незначительное количество этих вредных примесей, которые в дальнейшем переделаны легко и традиционно удаляются. И все знают, как это делать у нас. Новая установка рассчитана на переработку 2 миллионов тонн шлама в год. Концентрата будет получаться 530 тысяч тонн в год. А срок окупаемости составит меньше полутора лет. Но не прибылью единой цен на установку переработки шламов. Важно, что здесь будут созданы дополнительные рабочие места. Сюда будут принято примерно 45 технологов и 12 человек ремонтного персонала. Работа будет интересная. Она живая, творческая. И надеюсь, кто сюда придет работать, им понравится здесь. Для меня это, так скажем, детище, потому что мы давно этим проектом занимались. Еще раз хочу повторить, вместе с сотрудниками рудоиспытательной станции мы на нашей дробильной бутылочной фабрике номер 5 проводили полномасштабные полупромышленные испытания. Мы знали, что из этого продукта получится нормальное, хорошее сырье. Нас долго не слышали, но наконец-то все-таки прислушались к мнению наших специалистов. И Екатеринбургский институт «Механобор» выдал этот проект. Хотя мы знали, что здесь будет, как оно будет. Они с нами, конечно, советовались. Мы им подсказывали, были недоработки. Сейчас они, конечно, небольшие остались, но тем не менее. Запустимся, нормально отладим технологию, научим молодых рабочих здесь работать. И будет установка работать, и давать хорошие, качественные концентрации. Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката по результатам исследования, проведенного авторитетным отраслевым изданием «Металлоснабжение и сбыт». Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии составляется журналом регулярно. В свежем номере опубликован рейтинг по итогам второго полугодия 2017 года. Более двух лет первое место в разделе производителей оцинкованного и окрашенного металла занимает ПАО ММК, которое за последние 15 лет существенно нарастило мощности по выпуску оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием. В частности, были запущены три агрегата непрерывного горячего оцинкования и два агрегата нанесения полимерных покрытий. В рамках строительства второй очереди нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ номер 11 в 2012 году вошел в строй еще один АНГЦ, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига горячего оцинкования. Наконец, в 2017 году вошел в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего оцинкования номер 3, построенный на площадке листопрокатного цеха номер 11. Производительность данного агрегата 360 тысяч тонн в год. С его пуском мощности ММК по производству оцинкованного проката увеличились до более чем 2 миллионов тонн в год. За реализацию этого проекта Магнитогорский металлургический комбинат удостоился звания лауреата конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», итоги которого были подведены в рамках выставки «Металл-экспо». Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам второго полугодия 2017 года ММК оказался в тройке ведущих производителей листового проката. Входящий в группу ПАО ММК Магнитогорский метизнокалибровочный завод ММК Метиз попал в тройку лидеров среди производителей метизной продукции. Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составляется на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших предприятий учитывались следующие критерии. Динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации. Сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. На стане 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината произведена 10-миллионная тонна продукции. Запущенный в 2011 году агрегат является одним из самых современных и высокотехнологичных производств магнитки. Стан 2000 производительностью 2 миллиона 100 тысяч тонн в год является ключевым элементом нового комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе номер 11 ПАО ММК. Основное предназначение комплекса – производство высококачественного холоднокатанного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли. По словам президента Владимира Путина, принимавшего участие в запуске комплекса, агрегат имеет не только большое региональное, но и федеральное значение. «Это действительно большое событие, и не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны», – подчеркнул Владимир Путин. Комплекс сдавался в эксплуатацию в две очереди. Первая, включающая стан 2000 и непрерывно травильную линию, вошла в строй в 2011 году. Через год была сдана вторая очередь комплекса, в составе которой агрегат непрерывного горячего оцинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига горячего оцинкования. За годы с момента пуска комплекса его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны, как традиционных отечественных автопроизводителей – «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России, среди которых «Форд», «Фольксваген», «Рено», «Ниссан», сообщает Управление информации и общественных связей ПАО ММК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова